В общем, сегодня разговор непростой, потому что, ну, кем бы мы себя не чувствовали, христианами, материалистами, язычниками, ну, в общем, собственно, кем угодно, все равно нужно отвечать на какие-то вопросы. Ну, вот, например, я в частности вспоминал про Михаила Кунина, на самом деле, когда-то ученика Фалька, известного советского художника, а потом на протяжении долгих лет, наверное, самого главного эстрадного мнемониста, телепата, показывавшего феноменальные опыты с угадыванием мыслей, с примительным счетом. Ну, сейчас его мало кто помнит, но зато есть очень хорошие, даже не столько воспоминания, сколько сборник материалов о нем, который составил его сын. И вот он рассказывает о Михаиле Куне, в общем, ну, с моей точки зрения, не такие уж и редкие вещи. Речь идет, опять же, о военных годах. Часто папа находился в стрессовом состоянии, особенно, когда что-то происходило с родными, близкими или друзьями. Особенно обостренно папа воспринимал все, что касалось мамы и старшего сына. В конце 1942-го родственники послали запрос и получили извещение. Борис Кунин, это старший сын, погиб смертью храброй. Невозможно передать наше горе. Папа сутки просидел в кресте гостиничного номера, утром встал, подошел ко мне, обнял и уверенно сказал, жив. В 1944-м году мы уже с мамой жили в Свердловске. Помню, как папа заметался по номеру и прижал нас к себе. Бома, домашнее подвище брата, где-то рядом. Он Свердловский, идем-то, надо его найти. Мы выскочили из гостиницы, кинулись почему-то в сторону вокзала. Но вдруг папа остановился и сказал, бомы здесь нет. Я ошибся, но он здесь был, я уверен. В полном смятении мы поплелись обратно в гостиницу. Через несколько месяцев папа снова не находит себе места. Бома нас ищет. Где он? Размышляет папа вслух. Мы с мамой замерли. Он где-то в тепле, я вижу солнце. Папа стремительно взял географическую карту. Мы пытались его растормошить, но он как бы слился с ней. Наконец встал, быстро что-то накинул на себя и почти с разговоркой сказал, бежим на почту. По дороге в высочайшем напряжении сообщил, бома на юге, где-то в Узбекистане или Казахстане. Надо послать телеграммы в милицию и военкоматы. Наконец, через несколько дней пришло телеграфное сообщение. Борис Кунин находится в Маргелане, ТЧК. Проживает по адресу. Это небольшой городок в Ферганской области. Через несколько дней мы уже были все вместе. Позже, когда мы пришли в себя и пытались выпытать у брата о его участии в военных действиях, нам мало что удалось узнать. Он был тяжело контужен. Лишь в 60-е годы, когда он проходил какое-то обследование, мы узнали, что у него в голове так и остался осколок от снаряда. В тот день, когда папа ощутил присутствие его в Свердловске, бома в санитарном эшелоне проезжал через Свердловск. И около часа поезд стоял на вокзале. Брат даже выходил на перрон и заходил в буфет. Он сел в поезд и уехал обратно. И отец это почувствовал. Ну, как бы, речь идет о людях с особыми способностями. Ну, я думаю, что если я сейчас начну вас допрашивать всерьез, особенно старшего поколения, особенно поколения, которые помнят, что такое война, то очень многие мне что-нибудь похожее расскажут. Я сам могу сказать несколько подобных историй про себя. Они не связаны с войной. Как это возможно? Что делал Михаил Кунин? Вот он сидел сосредоточен. Ну, что делал, Павлов, системно? Ну, во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что это случайно выбранный мной из книжки случай, и он связан с чем, в первую очередь? Ну, с любовью, конечно. С любовью отца к сыну. Не всякое со мной. Что должен был сделать Михаил Кунин? Для того, чтобы вот таким образом, как я только что описывал, найти сына. Какой тип усилия для этого нужен? Ну, желание у нас есть у многих. Но мы почему-то пользуемся многими известными телепрограммами. Попаясь в банк Вернадского. Попаясь в банк Вернадского. Да. Ну, до Вернадского, да. Хрониками Акаши, Гогольф Штайнер называл это место, которое вы имеете в виду. И его очень любили символисты. Но я сейчас не про это. Мы же это место обозначили, правда? Мы его обозначили как метафизик. Однако, мы сейчас не будем разбираться, чем отличаются хроники Акаши от наосферы. Хочу вам честно сказать, что почти ничем. Поскольку Вернадский в определенном смысле не чинит и близкие последователи русских символистов. Но я сейчас не об этом. Я хочу сказать, что желание-то ведь мало оказывает. Что надо на самом деле? Что сделал? Как он угадал, что сын находится в Узбекистане? Он что пытался сделать? Ну, я хочу сказать некую конкретную вещь. Он должен был попытаться посмотреть вокруг глазами сына. Я же вам читал эти фрагменты. Я вижу солнце. Похоже, это где-то на юге. Сын, ну, здесь этого явно не написано, но из контекста следует, что он практически вешался в памяти после контузии тяжелой фронтовой. И поэтому, как бы, не очень отдавал себе отчет, что нужно искать родителей или что-то еще. Ну, я не имею права говорить о чужой семье. Ну, то, что делал Кунин, в общем, абсолютно соответствует нашему с вами контексту. Ты во мне, а я в тебе. То, что мы партиципацией называли, то, что мы именуем эмпатией очень часто. Что это за усилия? Ну, на самом деле, это усилия абсолютно соответствующее усилию любого человека, который думает о любимом, о близком, переживает за то, что с ним происходит. Ну, мы как? Мы чаще всего сидим и бегаем нервно, да, и пытаемся почувствовать себя на месте этого человека. На самом деле, вот, как бы, мы сейчас говорим о более совершенной технике того же самого. Вот то, что мы делаем интуитивно, на самом деле любой эстрадный телепат и проделывает. Ну, если задуматься, то вы легко поймете, что, например, сканирование некое в мире вот этих отношений, горизонтальных, да, ну, или вот этих отношений между людьми чисто физическое. Сканирование чисто физическое такого рода отношений, ну, или практически невозможно, будет, или займет, как перебор у такого, у примитивной счетной машины, арифмометра времен войны, такое же количество времени. стало быть гораздо проще вот этот вот путь, правда, путь к единству. Кулин здесь ловил некоторое ощущение родного себе человека и пытался совместиться с ним, стать с ним единым. Я, собственно говоря, пытаюсь утверждать, и я не один такой, что на самом деле никакого другого по сути, никакой другой по сути и телепатии, и гипноза, и манипуляций на самом деле не бывает. Вот кроме того, о котором я сейчас рассказываю, я считаю, что единственная возможная форма телепатии это, собственно говоря, любовь и никакой другой не бывает. Тут можно сказать, ну, тот же Михаил Куни, как и большая часть, наверное, экстрасенсов и людей, которые так или иначе проделывали в Советском Союзе такие опыты на эстраде, они, как правило, разыскивали, помогали милиции в поисках преступников. И, на самом деле, это вам тоже известно из бесчисленных фильмов о маньяках, потому что хоть один такой фильм, но кто-нибудь обязательно смотрел. это довольно жестоко и это очень жестокое упражнение. Но на самом деле, если вы задумаетесь, то поймете, что, собственно говоря, все фильмы о маньяках, я уж не буду их перечислять, тема сегодня не та, они посвящены своего рода странной любви между следователем и преступником. Потому что следователь, а что вы смеетесь? Зря смеетесь. Следователь, вот это, знаете, это странный очень вопрос, но очень важный, вот скажем, железно логичный, не имеющий никакого отношения к экстрасенсам. Порфирий Петрович у Достоевского в преступлении и наказании. Он любит Раскольника? А? Несомненно, правда? Несомненно, он его любит, он его понимает, и поэтому он понимает, ну, например, и тот факт, что наказание целительно для него, для Раскольника. Это страшненькая точка зрения, но на самом деле ведь это так, убийца, это ведь заблудившийся человек, правда? И как бы в некотором, я сегодня не буду подробно об этом говорить, в некотором очень большом смысле наказание всегда является лечением, да, или попыткой спасения. и к сожалению, для того, для того, это совершенно, это абсолютно реально страшненькая область человеческой работы, для того, чтобы понять логику маньяка, для того, чтобы его задержать, следователь, но он должен его понимать, а понимать, а понимать или любить, для меня разница несущественная, ну, во-первых, потому что есть русская пословица понять, значит, простить, во-вторых, потому что невозможно, я могу сказать только одно, я же вам говорил, что я считаю, что любовь это вообще единственное чувство, которое испытывает человек, в принципе, все остальные чувства, это то, что человек, как человек пытается любовь себе запретить, извратить, закрыться от вот этих самых процессов эмпатии, партиципации или понимания, ну, например, я думаю, что вы меня легко поймете, если я скажу, что понять человека и ненавидеть его одновременно невозможно, врач не может ненавидеть своего больного, даже если этот больной маньяк убийится, или он его не лечит, осудит, это разное что-то, нельзя, невозможно от чего-то лечить, скажем, наркомана, я это очень хорошо знаю, по своей специальности, и ненавидеть и бороться с ним. Тогда врач берет на себя функцию полицейского, а не врача. Как только ты понимаешь, ты какой-то частью своей души любишь, потому что, как мы с вами говорили, понять абсолютно невозможно, не представив себя на его месте. Кто читал Чистертона? Ну вот, кто не читал, возьмите, пожалуйста, сборник детективных рассказов по Патре Браво. Ну, вообще, вы откроете для себя одного из самых удивительных писателей, прошедшего века, если вы возьмете руки Чистертона, но это отдельная тема, и просто мой совет, получите удовольствие. А у него есть серия сборников несколько, на самом деле, он, в общем, разве что чуть менее знаменит, чем Шерланд Холмс Паттер Браун. Паттер Браун это священник-следователь, христианский пастор, который занимается расследованием убийств. И сопровождает его всегда пара, правда, детективы бывают, его сопровождают не неверный друг, а легендарный вор, которого Паттер Браун по имени Ламбо, которого Браун когда-то спас от воровства. И знаете, как он спас Ламбо? Ламбо потом скажет, меня лечили и судили очень многие люди, но только мой друг сказал мне, что он знает, почему я ворую, и я перестал воровать. А потом, в некоторый момент, в одном из рассказов, когда Фламбо пытается поинтересоваться его методом, это очень важно для нашего рассуждения, когда Фламбо пытается поинтересоваться его методом, Браун ему отвечает, ну, я же смещение. и Фламбо спрашивает, ну и что? Он говорит, а то, все эти преступления совершил я сам. и Фламбо в ужасе, он перед ним прямо газетные репортажи, да священники маньяки, который там убил кучу народа и выдал, но имелось в виду, конечно, не это, имелось в виду, что он прожил все эти преступления, что ему пришлось их совершить для того, чтобы понять, зачем человеку это делать. И это для Честертона христианский метод ведения расследования, отличающийся от любого другого человека. Поэтому, да, несомненно, это такая любовь, потому что ну вот в этих стенах я как-то пробовал по секрету заниматься я не знаю, что будет в следующем году, в общем, социальными работниками, специалистами о усыновлении из московских муниципальных округов. Ну, я не буду говорить об этой человеческой катастрофе, но я почему об этом вспомнил, потому что вы очень легко поймете. Там невозможно работать, если не любишь этих изуродованных детей и эти изуродованные семьи, с которыми ты сталкиваешься. если ты ненавидишь, то ты начинаешь уродовать чужие жизни. И так везде и всюду. Если мы как бы не хотим понимать, что это любовь. Вот переходя чуть дальше, для того, чтобы объяснить какие-то еще значимые вещи, особенно для тех, кто есть людей, которые со мной еще в одной группе занимаются. вот все люди, включая Мессинга, например, которые показывали опыты на советской эстраде, я имею ввиду телепатические опыты, они все показывали опыты счета. Ну, феноменального счета, запоминания огромных последовательностей цифр, запоминания цифр на стремительно вращающихся кругах, умножения очень длинных, произвольно написанных там публике цифр. И это тоже не случайно, потому что мы с вами говорили, что человек чувствует себя частью единого, но эта структура, структура его остается непознанной, это некоторая тайна. На самом деле существует единственный универсальный способ работы с этой тайной, который хорошо известен в первую очередь именно мнемотехникам. я всегда вспоминаю, что на самом деле Джордана Бруно ведь сожгли вовсе не только в связи с учением Коперника, если честно, то и не столько. Дело в том, что Бруно был чем-то вроде Вольфа Мессинга или чем-то вроде Куни. Магом в нашем понимании не очень, но на самом деле единственная большая написанная книга посвящена той самой мнемотехнике. единственный способ и это страшная тайна, но она очень проста на самом деле, потому что известна всем религиям мира. Работать с этим пространством вот с этим непознанным заключается в том, чтобы создать здесь для себя в своем воображении некую жесткую не меняющуюся структуру. Сервер совершенно точный. А для Джордана Бруно это было несколько конкретных храмов, которые как наш зал запоминались с малейшими деталями, пилястрами, скульптурами, изображениями. И потом вся нужная информация, которую он должен был сохранить, перенести, сдать, она прикреплялась к стенам этого храма. Ну, я условно говорю, что-то лежало на рядах кресел, что-то лежало на алтаре. В общем, он размещал внутри храма всю информацию, которая нужна, и просто тренированным усилием, воображением, заходя в этот храм, ее считывал. Так же поступали все известные мнемотехники и все, кто показывал такого рода опыты на эстраде, включая сюда и миссия. А магия-то в чем заключалась? Вот маг Бруно, что они говорят? Как Игнатию Лайоле удалось сделать орден иезуитов настолько эффективным? Что такое психологическая техника Игнатия Лайолы? Кто знает? Псов Господних как учить? Что значит представляет себе страдание Христа и его чувства? Ну это не совсем так, точнее так, все правильно, но только это не просто страдание Христа. Чтобы вы понимали, это определенная последовательность изначально созданная Лайолой, а некоторые говорят Игин, сцен с участием Спасителя, главным образом страстей Христова. Всего таких сцен во внутренней практике иезуитов, если я сейчас не ошибаюсь, насчитывалось около 30. А что такое магия опять? Ну они чувствовали сопричастность к Христу. Мы приходим в храм на проповеди, тоже чувствуем сопричастность к Христу. Чем это помогало? На самом деле очень просто. Человек, на которого надо было повлиять, которого надо было убедить, который должен был стать союзником, с малейшими деталями его портрета, тренированными ежедневными упражнениями по созданию этих конкретных жесткой почвы, конкретных сцен нового завета. Он приглашался в эту сцену. И все разговоры с ним проводились внутри этой сцены как бы перед глазами Христа, который видел его насквозь. Во всяком случае, многие считают, что это и было той самой эффективнейшей техникой влияния на людей. и то же самое делал Бруно, он приглашал в эти свои внутренние храмы воображаемых людей, беседовал с ними, произносил, ну как они считали магические формулы, хотя я думаю, что формулы сами по себе никакого решающего значения не имеют, потому что они известны. Можно ли было человека ненавидеть во внутренней сцене перед глазами Христа? Да нет, конечно, его прощали, любили, стыдили, уговаривали примкнуть к верным, сделать что-то для церкви, а не ругали и не грозили, не дай бог, на то они и иезуиты. Что испытывал человек при этом? Ну это называется по-русски симпатией, симпатию он испытывает, безотчетную эмоциональную симпатию к тому человеку, который собственно говоря делал очень простую вещь, усиленно думал о нем. И мы с вами это сразу чувствуем, правда? шестым чувствуем, но каким-то образом чувствуем и наши вот эти круги, которые мы делаем по жизни, они начинают сближаться. А ну что же тогда такое медицинский гипноз? Зачем оно нужно? Что за переключение крыль головного мозга в куда? Зачем? Это же опасно. И вы так не под пулей? Ну в общем это все мифы конечно. Смотрите, мы сейчас с вами говорим о чем? Сразу сход сразберка. Мы с вами говорим о метафизике, правда? Ну например телепатии. Но вне всякого сомнения должна существовать ее физика. Мы физику искали с вами где? На прошлой лекции. Ну в инстинкте, давайте я скажу так. А биологии, биологической природе человека, физике. У животных особенно у высших. Есть короглавная мозг? Есть конечно. Зачем ее выключать? Не скажете из школьного курса биологии. Да. Ну вот господин предлагает гипотезу, что гипноз это выключение коры головной на самом деле нет конечно. Это не исключение коры головной. А возможно внушение. Вообще давайте мы с вами проверим общее настроение. Скажите мне пожалуйста сколько здесь присутствующих людей верят в то, что есть какие-то люди, которые способны внушать нам любые мысли. Двое доброе. Нет случае нельзя пока потому что будет очень сложно. Не не забыть можно это же как бы сейчас мы до этого дойдем. Я пытаюсь сказать совершенно другую вещь. Я пытаюсь сказать кто верит что нам вот там не знаю сильные телепаты экстрасенсы ну только так давайте искренне ладно сейчас сейчас еще раз давайте 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 по очереди хорошо существуют ли на свете гипнотизеры внушатели колдуны экстрасенсы которые способны нами управлять помимо нашей воли это вопрос кто верит что да только искренне потому что я же не не на экзамене правда кто искренне верит что такие люди существуют вы потрясающе продвинутая аудитория вообще обычно 90% зала в это верят ответьте мне пожалуйста на вопрос а почему тогда если остальной зал в это не верит почему нами так легко манипулировать обмануть прокатить и такому мошенничеству ну почему причина то какова но мне хочется сказать что по глупости правда по глупости да по глупости потому что например так как мы не понимаем что такое любовь сами не учимся любить не задумываемся об этом то но очень хотим любви то нами очень легко спекулировать предлагая нам некоторую иллюзию любви или симпатии или искреннего интереса к нам правда а почувствовать неискренность можно только если мы с вами ну как-то пытаемся сами этим заниматься на самом деле а как иначе почувствовать если вы знаете на себе о чем идет речь вы сможете уловить неискренность если нет теоретические размышления ровным счетом ничего не дадут поэтому мы говорим о чем угодно но не о гипнозе согласитесь что если нас легко поймать на наших слабостях то в общем гипнозом это не является а что является гипнозом ну вот меня и интересует есть такие люди которые могут взять и без вашей воли на то ну шить вам швы сосна ну правда я говорит такое дерево и ты такое дерево да есть ну вот я к сожалению принадлежу прям противоположной группе людей я считаю что таких людей нет хотя физический гипноз вне всякого сомнения существует просто он существует как бы на двух уровнях уровень первой обычного медицинского гипноза без чудес и тайн я вам немножко я не буду вас идентизировать не бойтесь но некий эффект о чем я хочу чуть-чуть покажу человек при в общем правда обязательном условии согласия и сотрудничества сотрудничества пациента всегда засыпает это сон да гипноз это бог сна и во сне и после сна некоторое время продолжает наполнять команду которую дал ему гипнотизер вот что очень кратко вот что такое собственно говоря обычный гипноз чем вызывается такой сон он на самом деле вызывается очень просто он как правило вызывается утомлением зрительного анализатора или слухового анализатора вы сейчас послушаете мою лекцию и впадете в гипноз потому что я говорю монотонно долго и бафом или там дискантом неважно важно что это состояние которое в том числе может наступать наступать при механическом раздражении наших органов чувств а зачем нужно человеку такое состояние чтобы отдохнуть ну как всякий сон но есть же сон зачем нужен такое промежуточное состояние между сном и бодрством на самом деле это инстинкт и очевидный совершенно инстинкт поскольку никто не сомневается в том что биологически мы животное стадное правда нам нужно общество я всегда говорю что несмотря на то что антилопы в стаде всегда пасутся сами по себе каждый ходит от гемии выбирают самца травку повкуснее то в некоторый момент когда идет например степной пожар или нападает стая волков каждый не может себя вести по-своему в этот момент все стадо должно развернуться и двигаться за ружаком несмотря на симпатии антипатии встречающиеся на пути какие другие соблазны и препятствия правда все бегут невменяемые потому что рядом с ними при пожаре бегут волки никто никого не трогает все бегут инстинкты не работают кора тоже все бегут вот для выполнения стадных действий на самом деле нужен гипноз другой вопрос что это стадное состояние оно нужно на самом деле на очень короткий промежуток времени и вся отечественная психоэфо и отечественная в частности и вся психология как наука отдельная от философии она возникла благодаря тому что два человека Брейер и Фрейд в конце 19 века отказались заниматься гипнозом медицинским магнетизмом гипнозом почему ну потому что они написали монографию серьезным медицинскую статистическую в которой было доложено что все самые продвинутые методы гипноза по Шарко и Бернгейму самые знаменитые основатели гипнотических технических помогают пациентам с навязчивыми состояниями с истерическими проявлениями не более чем на полутора двое суток потом все симптомы возвращаются на свои места ну а потом стадо останавливается антилопы продолжают каждое по-своему желать праву тогда возникло учение о бессознательной психике и вместе с ним вся современная психология она вся как яйца родилась из первых работ Фрейда сейчас тоже не буду объяснять почему но никто не сомневается в том что генетически это было так поэтому собственно говоря гипноз работает и это совершенно очевидно сейчас на одном из каналов телевизионных опять кто-то правда не вспоминая был такой замечательный он был там в 60-х годах такой был Владимир Райков замечательный гипнотизер правда замечательный увлеченный гипнотизер который занимался поиском таланта человека под гипноз вон человек засыпал ему говорили ты будешь рисовать как Леонардо Давидович и он рисовал ну не могу сказать что как Леонардо Давидович ну в общем это такая мечта знаете да тоже она как бы это вот кассета обучение английскому языку под гипнозом за одну ночь во сне там невнятное обормотание некоторое количество слов английского языка ну и что ты выучил за ночь то и выучил извини вот каковы твои способности в 90-х годах в 90-х годах в масте покупали эту кассету конечно это понимаете в чем дело вот самое наше я все время вспоминаю разные такого рода фокусы но все должно соответствовать желанию вот я все время говорю мы просто вчера только смотрели материалы в очередной раз по Велесовой книге ну там в конце 50-х годов было ясно экспертизно ну повсяк заказано что это фальшивно но так как существует некий процент людей которые хотят чтобы была какая-то вот неоткрытая древнерусская живопись видят в этом значимость исключительно своего народа то они по-прежнему несмотря на исчерпывающие доказательства несмотря на то что ни один из более или менее серьезных филологов никогда не будет рассматривать Велесову книгу как что-то серьезное продолжают говорить нет вы знаете это вот жиды они они пытаются спрятать русскую значит национальную культу я просто говорю про то что сама сама эта подделка очевидная подделка она изначально была очевидной честно говоря потому что там ну такое сплошная путаница в показания в самом начале возникновения но тем не менее да это имело потрясающий эффект потому что совпадало с желанием иначе но это же простите не диктор это своего рода смотрите псевдолюбовь да как это кто споет ты скажи ты скажи что тебе надо что тебе надо я тебе дам я тебе дам что ты хочешь вот это главный двигатель торговли да да ну вот то есть это вот это вот вот это посмотрите то что мы называем гипнозом окажется подделкой то есть это окажется попыткой это окажется попыткой ответить на разные всякие проявления нашего желания любви нет ну опять смотрите в чем дело ой как бы вы знали сколько как много я забываю теряю на ходу без всяких техник я нет 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 проблема заключается в том что я сейчас не про школы я про принцип и если вам понимаете какая штука ведь вся проблема в очень многих разных всяких вещах потому что все зависит от структуры наших желаний есть вот это вопрос тайный вопрос такого свойства которое называется гипнобидность на самом деле это тоже давным-давно все эти истории описаны не на современном научном языке но описаны давным-давно еще во времена спиритизма чем больше человек чувствует некоторую внутреннюю неуверенность в себе и нуждается во внешнем руководстве тем с большей вероятностью он оказывается гипнобельным или медиумом спиритическим причем это качества на которых я сейчас тоже подробно не буду останавливаться потому что они написаны в паре моих книг и как бы это довольно сложное философское понятие не то что написано на лице но то что очень легко скрывается с помощью гипноза если я хочу у меня есть голубая голубая мечта я хочу что-то забыть или вообще если я хочу некоторого чуда оно со мной произойдет особенно особенно если рядом будет авторитетный человек который скажет что оно произойдет но главное это будет опять в этой странной пародии его любовь то есть в попытке почувствовать и угадать чего же хочет эта девушка ну например я всегда говорю что абсолютно то же самое происходит при удачном гадании при удачном гадании происходит что сам настоящий гипноз в этом нашем сегодняшнем понимании этого слова потому что хорошая гадалка всегда импатна она чувствует своего клиента или гадалки не будет никогда гадалки клиенты бывают двух типов один тип бывает достаточно сильные люди они вроде до двух не ходят но и насильных людей иногда снисходит слабость и тогда нужно угадать чего он хочет какого исхода дела о которых спрашивают иногда есть насмерть перепуганные дамочки на тему ой какая я глупая тогда им можно говорить более или менее все угодно потому что оно так и будет они поверят в это самое свое будущее и начнут потихонечку его выполнять на моих глазах ну это было уже много лет назад так гадалка замечательная была история она развела одну мою пациентку с мужем потом сама усложнила вот ну в общем напугав напугав ее тем что с ним ей не именовать здесь не именовать а гадание это всегда некоторые или это всегда некоторые варианты гипноса почему почему я психолог и психиатр пытаюсь размышлять об этом по одной простой причине на самом деле одна фраза и одна заповедь сказанная уже после Нагорного проповеда включает в себя все абсолютно что пытается добиться и объяснить современная психология самых передовых и самых страшных для нашего христианского ее направления я так вот например и не могу понять чего собственно православные люди так не взлюбили НЛП нейролингвистическая программина вы не знаете нет да невозможно манипулировать человеком если он христианин как можно манипулировать Господь с вами человеком у которого печать Божья внутри да достаточно понимаете веры это с горчичным зерном ну свои города гибли приходится видите вот например встречаешься с вами сразу чувствуется гора поэтому я пытаюсь я пытаюсь вот что сказать в чем маловерие это заключается может быть оно заключается всего на всего в том что мы как раз и не понимаем что имеется ввиду под любовью может быть мы как раз не отдаем себе отчета в том что вот это то вот и есть самая страшная сила с помощью которой можно двигать горами поскольку двигать то можем только мы это в ответ на наше желание нас обманывают вот и что поразит нельзя соблазнить человека играть в казино если ему это не интересно невозможно вообще говоря НЛП классическое это два программиста один физик другой программист господи Бендлер и Гриндер сидели и смотрели как калека человек парализованный после поливомиаминита гениальный гениальнейший эмпирический для всяких теорий психотерапевт 20 века Нилтон Эриксон лечил своих больных так как он делал буквально чудеса то они как программисты стали пытаться это разложить в некоторую систему та система которую они создали называется нейролингвистическим программированием. Вообще на самом деле Эриксон делал одну поразительную вещь. Он просто любил. То, что я вам рассказываю о взаимоотношениях людей, взаимоотношениях любви и понимания, как по партиципации. Я тебе, ты во мне. Ровно это и делал Милтон Эриксон. К нему приходил пьющий полицейский и говорил, что я не могу сдержаться, стал попивать. Эриксон говорил ему, тебе просто все слишком легко дается. Давай ты ничего не делай, ты просто скажи себе, что ты будешь покупать виски только в магазине, до которого нужно 20 минут идти пешком. Из дома или там с работой. Ну, так как он чувствовал, что этот человек был просто ленивым откровенно, из-за этого у него много жизни не получалось, и он начинал пить, то ленивый человек просто переставал ходить за виски в этот магазин, потому что обещания данные психотерапевта он не выполнить не мог. Вот вам, собственно, и все НЛП. Это, я сейчас сделаю перерыв, я просто хотел сказать, что это очень показательно по одной простой причине. Вот медицинский гипноз сначала прошел стадию физики, вот того самого гипноза, который я описал, как манипуляцию стадным инстинктом, неэффективным по определению. А потом он стал искать взаимодействие в любви. И НЛП это на самом деле приемы взаимодействия в любви, потому что в действительности они никак не могут человеком манипулировать, это просто вас программирование пугает. Программирование это родилось, я вам говорил, как? Оно родилось из подхода как бы ну записать работу эмпата-психотерапевта в некоторую систему и манипулировать так называемый эрекционовский гипноз или нейролингвистическое программирование человеком абсолютно не в состоянии, в смысле против его воли. На самом деле это просто способ подсказки, как эффективно выполнить твою задачу, построенной на эмпатии, то есть на любви, на сочувствии, которого мы боимся. И поэтому вдруг к удивлению людей, которые понимают, что такое эмпи. Начинаем пугаться. А какой-нибудь эрекционовский гипноз это всего лишь способы достижения взаимной симпатии. Когда мы с пациентом понимаем друг друга и не только я ему, но и он мне что-то можем подсказать. И поэтому здесь тоже существует как везде и во всем своя физика и своя метафизика. Возникает некоторое ощущение растворения, злого окружения. Ничего, иди дальше. Вы же понимаете, что на лекции в христианском университете я не собираюсь погружать вас в гипноз. я хочу, я это ношу как модель очень приятную модель на самом деле некоторого ощущения потери себя на мгновение, очень легкого. И спрашиваю, оно приятно или вызывает неприятные ощущения, некоторая страх от того, что можешь туда провалиться. Есть такое? Боишься отключиться от внешнего мира. Это и есть, собственно говоря, самое настоящее гипнотическое ощущение. Я могу сказать, что чем больше человек простейших опытов, ну это же на самом деле, вы же понимаете, что это не средство для гипноза даже, это просто сувенит. Ну смотрите, те, мимо кого с шариком прошли, они стали чуточку другие, более внимательны. Очень, грубо говоря, некоторая точка гипнабельности или точка внушаемости зависит от того, насколько я это не могу исследовать здесь сейчас, человек боится такого рода ощущения, потому что на самом деле как вы понимаете, некоторое ощущение апостола Павла не я живу, а Христос во мне, может оказаться куда страшнее вот этого незначительного проваливания во что. В строгом смысле этого слова, без этого ощущения исчезновения ориентиров внешней реальности, без ощущения, это то самое ощущение, которое буддийские материалисты назвали бы майей, не может быть никакой веры и не может быть никакого религиозного экстата. и вот все здесь зависит от одной очень странной вещи. Насколько человек боится потерять себя, потому что если это ощущение ему правда глубоко нравится, то он в глубине этого ощущения может нащупать то, что он называет Богом. но самое главное в наших рассуждениях, что он может нащупать то самое единство. Почему? Потому что чем больше он такого рода переживаний опасается, тем легче естественно он теряет себя от простейших приемов работы со зрительным анализатором. Чем меньше он боится, чем больше он боится такого рода ощущений, тем больше он фиксирован на мир внешней реальности. Потому что это круг и Юнг, Карл Юнг, который вот эту штуку называл унус мунус единый мир, поскольку он не пользовался индивидуозными терминими. назвал вот такие фигуры символами самости, то есть символами высшего я, некоторой высшей целости в человеке. Все зависит как бы от одной очень простой вещи. человек стремится к этому своему внутреннему ощущению целостности, доверяет ему или боится. я, конечно, не знаю, кто говорил нашей слушательнице о христианстве как материализме, но в постсоветском пространстве вполне годящийся, в общем, по сути-то своей подход. поскольку как, прочим, или любую религию, христианство все время хотят превратить в систему простых и понятых буквальных догматов, правил жизни. вовсе не предполагая наличие некоторого мистического компонента. Когда вы смотрите на символ мангалы и у вас слегка кружится голова, вы пугаетесь по той простой причине, что там в этом состоянии, ну, я ничего не внушаю, понятное дело, и там за его пределами сейчас ничего нет. Когда я говорил об опыте Игнатия Лаёва, я пытался объяснить. Он говорит, там за этим ощущением на самом деле Христос. в глубине. Поэтому не надо бояться этого единства. Этого ощущения его надо любить. Как только человек это самое состояние ощущения отключенности от внешнего мира наполняет какими-то своими образами, так возникает творчество, о котором мы будем говорить в следующий раз. так возникает религия как система откровений и образов. и только так можно прекратить свой страх перед гипнозом, трансом и всякими разными столь же страшными словами. что такое вера? Это шаг назад от высоко дифференцированного мира вот этих самых внешних объектов к некоторой общности проявляется ли эта общность в этом реальном матернистическом мире как вы считаете? А как? Ну как она проявляется? Вот ну конечно это же такое как мне кажется благодаря тому же Юнгу место которое стало общим в культуре она проявляется через акаузальное событие так это назвал Юнг и я более точного определения в общем не знаю то есть события которые в мире объектов не имеют своих причин акаузальный беспричин Юнг назвал эту самую систему возникающих случайных совпадений синхронистичностью есть у него такая работа ее переводят то синхронистичности то осинхронии это складывающаяся случайная ситуация которая человек может интерпретировать свободно но отмечает своим сознанием как некие совпадения или как некоторые жизненные знаки любое гадание по сути своей является созданием некой модели случайных совпадений я ну наверное но дело же кластер здесь просто не существует его определяет только субъект в этом субъект и никто другой потому что никто другой со стороны не может увидеть некой системы значимых совпадений для тебя почему ну потому что это будет гипноз то о чем мы с вами говорили в ситуации с гадалкой если другой человек сообщает вам о значимости каких-то совпадений вашей жизни он пытается вашей жизни управлять он вместо вас интерпретирует некоторую систему значимых для вас событий я не очень умею мыслить в терминах кластеров для меня это просто разряд или разделка а чего я пытаюсь на самом деле объяснить ну например что человек даже христианин вполне может позволить себе гадать при одном правдоусловии что это делает он сам а не некоторая гадалка за него поскольку в этой ситуации гадание оказывается не гаданием а своего рода любовью к себе попытку понять свое место в системе аквазальных событий ну то есть самоанализом да только самоанализом не связанным с некоторой системой причины взаимоотношений между взаимоотношений я много рассказывал когда-то о том что на самом деле каждый китаец независимо от веры там коммунист сейчас там появился христиан очень много все равно начинает день с того что подбрасывает монетки для определения гипсограммы и дзына и по сути ничего плохого или языческого в этом нет поскольку это такой самоанализ мы с вами да для этого достаем с полки любимую книжку открываем ее на случайной странице и что-то читаем ну например что мы делаем мы определяем себя с точки зрения случайности акаузальности с чем совпадает что описываем все смутные не всегда до конца понятные ощущения которые мы переживаем и все кто что-то такое похожее делают все знают что это периодически очень помогает я сейчас нервно дмитрий анатольевич отнял книжку оскара уальда и раз я ее нервно отнял ему кротов подарил а я отнял ну вот значит мне зачем-то надо я вдруг вот надо я там чего-то должен прочесть не знаю еще чего но в детстве в юности я очень любил вальду а тут попались вещи которые я никогда не видел застольные беседы мы приходим в книжный магазин правда я и так иногда прихожу я не знаю чего я ищу не знаю ненужную книжку мы говорим я говорю определяем по запаху мы пытаемся на самом деле почувствовать и определить для себя эти понятия единства и чем в определенном смысле смелее мы это делаем ведь собственно говоря опять если говорить о том как возникает творчество ну нет конечно есть дизайн работа на заказ но в сущности великие произведения искусства они же возникают от встречи со случайными объектами ну вот почему-то Леонардо очень хотелось нарисовать некую джакону все миллионы предположений о том кто же она такая и сам так никогда и не подтвердились но просто в какой-то момент ему ее очень захотелось нарисовать правда и это стало значимым событием для человечества на протяжении веков смотрите получается что весь я почему об этом так подробно рассказывал мы об этом говорили я уж не помню кто не на первой лекции или на второй вера это умение доверять подсказкам о каузальности мы говорим доверять собственным чувствам доверять интуиции но для этого надо не бояться тех самых импульсов которые приходят от бога от единого то есть его надо любить и для меня в этом одна из главных для меня психолога одна из главных вестей христа француз жак маритен последователь ну на самом деле скорее никого и русского чем бердяева сообщил что если человек христианин он не может не имеет права говорить ни о точнее имеет право говорить об индивидуальном бессознательном заполненном инстинктами но коллективного но коллективного бессознательного с его непредсказуемостью можно опасаться следовательно мы должны говорить о духовном бессознательном и само бессознательное таково каково наше отношение к нему грубо говоря если мы ждем от самих себя что там в глубине души живут непредсказуемые сексуальные импульсы или там агрессивные то скорее всего они проявят себя и более того так как мы ждем этого от себя то мы будем ждать этого и от других людей если мы любим эти импульсы и доверяем то только тогда они только тогда они становятся силой которая оказывает реально влияние на человеческую жизнь если мы им не доверяем и боимся то остается только одно доверять вот этой горизонтальной связи но тогда ну это и просто кусочек я попросил Наташу нарисовать но сегодня не использую но понимаете в чем проблема то образуется тогда тогда мы становимся абсолютно зависимы друг от друга от воспитания образования родителей социальных факторов в общем это материально однако сколько не пытались люди доказывать эту прямую зависимость всегда выяснялось что в человеке есть чего-то еще и это всего навсего то что я вам пытаюсь доказать невозможно беседовать с душой умершего если ты не любил этого человека невозможно злое колдовство потому что мы с вами говорим о некоторой системе смотри духовного целого и его органа в строгом смысле этого слова один орган не может убивать другой это просто глупость вот так этого сделать нельзя физически невозможно невозможно таким образом нанести человеку вред ну правда с той поправкой которую мы с вами обсуждали это монет можно пыжиться сколько угодно вред все равно не нанесешь а вред нанести можно как и поэтому вот даже аналоговое колдовство с помощью восковых фигурок скажем знаменитых популярных в нашем периоде обязательно обязательно жертвы колдовства либо третьи лица либо сам колдун сообщают изготовлены его выставали фигурка и его будут по всяческой гнобить так мне никто не ответил на этот вопрос в общем у меня есть один сложный литературный литературный глюк который я считаю главным примером того как работает мусуль в общем я однажды прочитал в городе Сердобске Пензенской области ночью в старом огоньке один рассказ художественный который так никогда больше не нашел огонек выбросил суть рассказа я там подробно не буду расскажу коротко она заключается в том что некий ну там крупный бизнесмен политик что-то еще проводит заседание западной компанией вот и он выходит на улицу и к нему подходит джентльмен с росточкой высокий седой благородный и говорит здравствуйте я имею свою честь сообщить вам что мы собираемся вас убить ну этот бизнесмен просто от удивления и стал спрашивать как нет вы не думаете ну что вы посмотрите на меня конечно я не буду бегать за вами с ручьем мы это большое количество людей тысячи людей обедневших каждый из которых получил ваши фотографии и теперь каждый день нам платят деньги только за то чтобы мы сидели и желали вашу смех мы будем смотреть на вашу фотографию и хотеть чтобы вы умерли до свидания ну вот и дальше рассказ повествует о том что значит этот бизнесмен теряет колдовство потому что он начинает в каждом окне видеть пожилого человека который желает ему смерти в своих родственниках знакомых коллегах он начинает видеть людей которых не очень много денег поэтому они могут участвовать в этом заговоре с каждым днем он все больше и больше теряется в конце конца попадает в машину и погибает вот вот это господа главный и основной механизм действия колдовства каждый из вас может интерпретировать это дело по-своему потому что в том рассказе который я читал так и нету никаких окончательных решений да были на самом деле эти люди которые желали ему смерти или не было мы имеем дело с внушением очень простым и очень эффективным работающим на человеческие суеверия да работающим на то самое что человек этот не понимал что это невозможно по той простой причине что бессознательно духовно и оно не будет помогать одному органу атрофировать другой орган потому что ну бывает конечно что клетки выходят из-под контроля но тогда это рак и раковые опухоли на теле человечества ну нам с вами прекрасно известны правда это фашизм ленизм не стану перечислять все известные бывало на самом деле и похоже однако если вдуматься то и сталинизм и фашизм это ведь плоды суверной веры внушение власть надумаем помните всевидящее око чека и ежовые рукавицы оно основано на страхе то есть это ровно то же самое о чем мы с вами говорим это может принимать самые невероятные массовые масштабы просто потому что человек боится что им могут управлять от этого страха им действительно можно управлять только потому что он не умеет убить нами можно как вы видите управлять биологически в смысле но все-таки механизм гипноза существует в общем общеизвестно любой грамотный доктор вам скажет что под гипнозом невозможно заставить человека убить другого человека невозможно изнасиловать девушку она проснется это доказано тоже еще так давно еще в конце девятнадцатого века однако мы продолжаем считать что таинственные лучи князя мира сего и его приспешников продолжают управлять нами почему да потому что мы разучились доверять любви в самом широком смысле этого слова даже в смысле понимания себя и другого мы категорически вот отказываемся что например христианство может иметь отношение к таким вещам как гипноз терпатия а на самом деле это взгляд на мир в котором нет любви нету человеческого нету метафизики тогда остается тот звериня ну вы посмотрите вокруг сами мы тут не местные придут умные дядьки и разберутся во всем а умные дядьки вон Таню спросите она вам расскажет сами без нас приняли законы о здравоохранении о нашем здоровье незаметном а мы что вот они там умные пусть они и управляют на самом деле видите понимаете какая штука демократия ведь возможно тоже только христианская она возможна только при любви демоса друг к другу при сочувствии друг к другу а демократии состоящие из индивидуальности не умеющих сочувствовать оказывается системой взаимных манипуляций чего вам еще про телепатию расскажу я вам могу сказать например одну очень интересную вещь мы даже считать умеем только от единицы то бишь от единства вот например казалось бы какая высочайшая непостижимая загадка тронется но в действительности ничего удивительного и странного в этом нет мы же с вами говорим есть один человек и второй человек два человека вместе они семья один два и три третье понятие совершенно оно обозначает целостность слияние некоторую новую единицу был один католический святой который сказал как же так святой дух отец сын и святой дух а их единство это уже четыре ну его римский папа но на самом деле алхимики тоже искали единицу потому что вот это вот мечта человечества о волшебном лекарстве да о квинтэссенции вот квинтэссенция это тоже очень интересно потому что они насчитывали четыре стихии воздух вода огонь земля казалось бы все стихи да говорили они нет это же стихии созданы богом значит в их основе лежит квинтэссенция мечем решалось нарисую здесь огонь вода ну просто вот четыре шарика квинтэссенция лекарства раз два три четыре я крест имею ввиду крест как один из самых древних символов и единство из которого все исходит здесь они искали философский камень они пытались первоматерию или перводух то что лежит то что является причиной четырех материй и это следующее единство нам для того чтобы что-то в чем-то разобраться нужно выхменить то что объединяет некоторое множество правда основатель московской математической школы профессор Бугаев отец Андрея Белого пришел к выводу что для того чтобы понять множество математическое ему надо дать имя говорят что сын свихнулся на эту идею подробности я рассказывать не буду потому что на том же курсе учился отец Павел Флоренский будущий Александр Буф и несколько великих московских математиков потом советов человек не может выделить единство не дав ему имени а имя имя нужно за тем чтобы его любить и тогда становится возможным доктор Живаго который бесил чем с тем что не было в романе ни Сталина ни проблем советской власти тем что это роман о человеке о человеке который прошел сквозь жизнь так как будто она его затронуть не сумела он исходил из единства и из любви поэтому многих этот роман возмутил и сейчас он еще не о том писал не о жизни а он не о жизни и писал он писал о вере как могут манипуляторы управлять человеком управлять человеком верующим во Христа я уж не говорю про черную песню да никак потому что человек этот имеет отношение к метафизике и скорее он управляет физикой чем она им хотя она иногда оказывается непреодолимой что делать вот поэтому собственно и сказано имей ли разгорчичное зерно доверяя этому ощущению вот от этой крутилочки возникающим некоторого прохода в глубину себя не обязательно механически вот так вызывает да кому-то нравится кому-то не нравится потому что очень похож на самом деле говорят что у шаманов древних такие же символы мандалы возникали в голове когда они вот проходили в мир своих дух обязательное условие образования вот такого похожего вращения я еще очень люблю пользуюсь там книжках пользуюсь словами реальность и нереальность до какой степени нас определяют манипуляции и движения в нереальности чем больше мы находимся только здесь тем больше наше поведение определяет эти отношения а что еще там о о о о о об